В рамках нацпроекта «Жилье» и «Городская среда», а также программы губернатора Московской области Андрея Воробьева о формировании комфортной городской среды. В Звенигороде продолжается масштабное благоустройство. Социальные объекты города посетил депутат Мособлдумы Дмитрий Глубков. Легендарный стадион «Спартак» после реконструкции стал местом притяжения жителей всех возрастов. Сюда люди приходят заниматься целыми семьями. Он совсем недавно открылся. Стадион «Битком» востребован. Здесь много спортсменов-любителей, профессионалов. Сюда приходят заниматься. И уверен, что спартаковские традиции в Звенигороде будут живы, будут еще больше усиливаться, возрождаться. И Звенигород станет одной из главных спортивных городов Московской области. На территории стадиона планируют открыть музей. Экспонатов хватает. Архивные фотографии, грамоты и медали приносят дети и внуки руководителей «Спартака», а также знаменитых спортсменов, которые в разные годы здесь занимались. Тут и 43-й есть, как только он вернулся. Все. Директор директором. 47-й. А он был председателем спортивного общества. Сейчас так не делают. Посмотри, какие грамоты. В микрорайоне Супонева у дома номер 3 завершается комплексное благоустройство дворовых территорий. Детский спортивный городок должны были сдать в конце октября. Но из-за корректировок жителей, которые принимали активное участие в выборе проекта наполнения площадки, сроки немного сдвинули. Дмитрий Голубков предложил поменять цветовое решение в пользу более светлых оттенков. Пока игровая зона выглядит мрачно, заметил депутат. Где детская, можно было поменять цвета. Она еще не спросована, кстати. Это еще и не спросована. Вот видите, вот на этой площади. Ее можно, в принципе, скорректировать. Вы попробуйте сделать такого песчаного цвета. Дмитрий Голубков проинспектировал ход ремонта кровли многоквартирного дома номер 14 по улице Пролетарской. На объекте уже положили утеплитель и делают стяжку. Завершат работы к концу октября. В настоящий момент ведется работа по замене кровли с утеплением. Кровлю заменили, да? Вот сейчас как раз стяжку делают. Также в рамках рабочей поездки депутат осмотрел завершающий этап реконструкции Малинового оврага. На данный момент идет установка и монтаж экологической тропы, которая будет связывать Успенский савор с центральными улицами и городским парком. Пешеходный маршрут расширит возможности для отдыха горожан на природе и сформирует экологический каркас территории. Звенигород сильно преобразился. Благодаря особому вниманию губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву уделено очень много внимания не только традиционным вопросам повышения качества жизни, таких как детские площадки, таких как капитальный ремонт домов. Но самое главное, что за последние годы Звенигород обрел новое качество жизни. Полина Толмачева, Алексей Куренков, телекомпания Одинцова.